приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня я хочу показать как сделать вот такой пышный бант на елку бант у меня в несколько ярусов здесь склеен поэтому он выглядит вот так пышно и очень будет красиво смотреться на елке если вам интересно оставайтесь со мной и приступим для создания такого бантика мне сегодня понадобится много разных лент здесь я попыталась соединить все размеры сразу и мне понадобится 4 на 36 38 это для хвостиков один отрезок 4 на 28 2 отрезка 3 сантиметра на 29 один отрезок два с половиной сантиметра на 50 это я буду делать бантик на шаблоне один отрезок также мне понадобится полтора на 18 два отрезка полтора на 23 два отрезка 0 5 на 18 0 5 на 22 по одному отрезку фатин у меня отрезок 15 на 15 мне также понадобятся нитки и шаблон на 9 сантиметров и конечно горячий клей и ножницы все края лент конечно же мы обжигаем об этом не забываем чтобы у нас ничего не сыпалась я беру отрезки 4 на 28 перегибаю пополам отмечаю середину и сейчас свожу края к середине примерно на 5 миллиметров заходя за нее вот таким образом беру иголку и делаю 6 стежков равномерно распределяю свои стежки один отрезок и второй отрезок сегодня будет подробное видео я стараюсь всегда чтобы они были подробные но иногда что-то упускаю и кому-то что-то непонятно вот сегодня может быть урок получится немного длиннее но зато все будет подробно берем второй отрезок и также прошиваем делаем 6 стежков равномерно все распределяем два бантика вот так соединяем вместе два раза прокручиваем перехватываем и расправляем это обязательно надо сделать перед тем как закрепить иначе потом вы уже не расправить если что-то будет кривенько и конечно делаем закрепку следующий отрезок 3 на 29 также перегибаем пополам и делаем одинарный бантик ничего сложного заводим ленты на 5 миллиметров переворачиваем для удобства проверяем все ли у нас ровненько берем иголочку и прошиваем также вот так все равномерно распределяем перетягиваем и делаем закрепку из ленты два с половиной сантиметра делаем бантик в три оборота я использую шаблон 9 сантиметров укладываю ленту такой бантик я уже не раз делала беру иголку и также равномерно все распределяю главное чтобы у нас все вот эти места пересечения лент где рядом все были перекрыты ниткой вот что я имею ввиду чтобы они не торчали правильно сшитый бант это успех ровного бантика так скажем мне все время говорят что у меня очень ровные бантики вот в этом не помогает шаблон и конечно правильное распределение стежков вот что получается теперь я снимаю шаблона и все затягиваю как я уже говорила несколько раз у меня уроки есть на youtube канале можно посмотреть вот вы видите я перетянула и бантик обязательно расправляю не забываем об этом и конечно делаем закрепку края пока не отрезаем беру отрезок фатина и у меня такой быстрый вариант сборки с одной стороны и с другой стороны вот я собрала его и просто одеваю иголочку и несколько раз вот так перевязываю затягиваю расправляю и делаю узелок все и теперь приступим к сборке бантика я беру фатин наношу немного клея и подклеиваю одинарный бантик затем сюда подклеиваю вот этот бантик наношу клей все вот так ровненько распределяю конечно даю закрепиться и конечно чтобы у нас все красиво было бантик надо обязательно перетянуть я это делаю тонкой лентой 5 миллиметров также нам надо перетянуть вот этот маленький бантик верхнюю часть здесь я не подклеивают так как у меня будет пришиваться филигрань и если там будет клей он мне будет мешать все теперь я беру ленту 36 38 сантиметров так я сверюсь со своим бантиком у меня все бантики должны быть одинаковые вот и складываю вот таким вот образом чтобы все было одинаково придерживаю руками и подклеиваю внутри с одной стороны и с другой стороны беру вешалку у меня на 22 сантиметра вот так и и складываю наношу клей и подклеиваю вешалку можно делать длиннее можно короче кому как нравится теперь я беру нет не беру извините теперь я беру ленты это у меня получается 23 сантиметра складываю ленту вот так и делаю вот такой вот изгиб и подклеиваю вторую ленту надо сделать симметрично складываю вот так и делаю вот изгиб в другую сторону у нас получится вот и также подклеиваю вот что у нас получилось перед эти ленты мне надо подклеить на одну и на вторую наношу клей и подклеиваю их вот сюда одну и вторую беру следующие ленты это у меня 18 сантиметров на полтора и поступает также вот делаю вот так и небольшой такой скос одну и вторую мы делаем симметричную в другую сторону и конечно все подклеиваем теперь если мы здесь подклеивали вот эти ленты были в середине то вот эти ленты вот видите это уходит сверху сюда это уходит другую сторону вот чтобы у нас бантик получился пышный и красивый и также наношу клей и подклеиваю наверх можно немного со скосом теперь беру ленту 6 миллиметров примеряю чуть-чуть подрезаю я вижу что у меня тут большое вот и также подклеиваю делаю вот такую красивую петельку вот что у нас получается вот теперь беру свой бантик расправляю и подклеиваю его вот сюда наношу клей и подклеиваем даем закрепиться теперь беру свою короткую ленту и тоже делаю петельку вот такую и подклеиваю вот сюда за счет того что мы подклеиваем на разных уровнях бантик получается пышный примеряем вот этот бантик теперь мы смотрим сколько нам отрезать так моя зажигалка с другой стороны конечно края можно больше меньше кому как нравится и подклеиваем бантик вот сюда даем закрепиться и пока у нас все закрепляется подрезаем края бантика я подрезаю под углом и обжигаю следующий этап пришить филигрань я и приклеиваю и пришиваю вот именно поэтому я сюда не наносила клей беру филигрань прохожу через отверстие и через середину еще раз прохожу через отверстие все пытаюсь затянуть через верхнее отверстие и прошиваем так несколько раз так все надо затянуть чтобы у нас все удержалось и продолжаем прошивать теперь я наношу немного клея в середину сверху и снизу и прижимаю пинцетом даю закрепиться теперь мы берем и просматриваем вот все вот эти места где у нас что-то не подклеилась и подклеиваем чтобы у нас ничего не висела в воздухе и все ленты между собой были подклеены вот видите тут что-то не подклеилась нам надо обязательно все подклеить наносим клей и все подклеиваем также проверяем все вот эти внутренние проклейки так как у нас бантик многоярусные вот тут несколько ярусов надо все проверить чтобы все хорошо держалось поэтому проклеиваем все я беру страз у меня вот такой каплевидный клей я использую универсальный уху и наношу сюда достаточно большую каплю и даю этой капли чуть-чуть загустеть объясню почему не приклеиваю сразу немножко клей загустеет и когда я приклею камень он у меня вот он у меня неровный и будет стоять ровно если я сразу буду приклеивать то камень у меня будет сваливаться на бок вот вы видите все у меня ровно стоит и даю сразу немного закрепиться и я отрезала немного стразовой цепочки и приклею вокруг стразов конечно же я уже не жду хочется быстрее приклеить и вам показать но надо дать конечно закрепиться наношу клей убираю клей и укладываю ну вот нанесла клей все у меня поплыло вы так не делайте все должно закрепиться укладываю один край выше и вот так вокруг страза все надо уложить работа ювелирная можно сказать но можно совсем справиться все поправляем и даем закрепиться и вот такие пышные бантики у меня получились мне очень нравится полученный результат а на сегодня все надеюсь урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое творите красоту вместе со мной творческих успехов и до скорой встречи пока пока